Денис 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 Людей, которых я слушал, людей, которых я уважал. Поэтому этот год мне, по сути, что-то дал, но забрал больше. Все. Слушайте, год-то был вообще, на самом деле, феерический. То есть в нем столько всего произошло. У нас была презентация альбома в этом году, в 2020 году, в феврале, да. Мы презентовали новый альбом, после чего я решил, что надо уйти в творческий отпуск. То есть группа закрылась еще до ковида, еще до того, как закрылись все. Я задал этот тренд, а потом вон что вышло. Вот кто это все на... Ребята, вы знаете, кого винить? Кого винить в том, что у нас закончились концерты. Я не знал, что так получится. Я думал, ну, как бы мы просто-просто посидим дома, просто без концертов, просто без репетиций. И все. А тут оказывается, что все посидели дома с нами заодно. Это было странно, но приятно. В принципе, сейчас очень интересно наблюдать за группами, которые выпускают альбомы. После всей вот этой ситуации, после весны, после лета сложного, еще после осени. Потом выходит альбом, и ты так... Интересно, как сильно оно повлияло. Насколько там много вот этих переживаний? Или там... Ну, первый альбом в четырех стенах, акустический. Это первый акустический альбом группы Муракайма. Мы выпустили там за пять дней. Просто вот засели, и это было целым приключением, потому что выезд у нас был по смс-кам. Я не знаю, в Москве, по-моему, такого не было, да? А мы сами из Рязани. У нас не было, но вообще, в принципе, то, что... У нас в Казани было очень жестко. То есть с этим только два выезда в город можно было в день. Когда ты пишешь альбом, то это, естественно, было не по два, а побольше выездов. Было очень сложно это все стыковать. Рисковали, но приезжали, привозили там инструменты. Все это делалось там в одной квартире, действительно, в четырех стенах. Это было сложно, но интересно. Интересно, как отменяются концерты, как ты за это и наблюдаешь. О, да, когда отменяются фестивали просто. Люди уже на них едут, а фестиваль уже отменили. Ну, тоже факт. Когда ты готовишь, ну, там, не знаю, когда к фестиваль на концерты, тебе за два дня просто звонит организатор, извините, у нас все закрыли. Мы, блин. Там перенос, там перенос, там отмена, там перенос, там отмена. Что, блядь? Не годится. Для меня еще очень, ну, я бы сказал, такой очень негативный фактор. Это то, что лично я не увижусь с ребятами, с нашей группой. Потому что мы, к сожалению, ну, у всех есть какие-то дела, там, работы и так далее. И когда у нас есть нормальный сезон, нормальные концерты, мы часто видимся. Мы много времени проводим вместе в дорогах, в репетициях, в концертах и так далее. И это вот создается ощущение пустоты. Лично у меня, да, лично у меня. Потому что у меня есть мои друзья личные, имеется в виду, по жизни. Да, я там с ними как-то общаюсь, но с учетом достаточно длительного сотрудничества, если можно так сказать. Но в этом году лакуна была не заполнена. Да, да, да. Как-то мне вот не хватает именно общения вот с ребятами, как минимум с моими одногруппниками. И как максимум с нашими слушателями постоянными, которые ездят с нами не только в Москву, ну, не только в один город, а есть слушатели, которые нас посещают в разных городах. Например, сегодня, даже вот сегодня, хочется отметить, там, Ульянова девочка, она из Тамбова. Еще, ну, ты, ну ладно, из этих городов я не видел. Ну, Ульяна из Тамбова молодец. Ну, Ульяна наша очень давняя слушательница, слушательница, да. Мы русский и не родной просто. Вот, наша слушательница, она очень давно, вот сколько, вот, 8 лет я играю в этой группе, 8,5 лет я играю в группе «Оберег», и 8,5 лет, по-моему, она, ну, лет 5 точно она нас слушает. Ну, лет 5 точно, ну, не факт, что 8, ну, не факт, что 8, ну, не факт, что 8, ну, вообще такие слушатели, это просто подарок судьбы. Это на самом деле очень здорово, когда мы видим, ну, настолько преданных наших слушателей, то есть, ну, я реально помню Ульяну вот тут, ну, совсем вот. Прям, а сколько ей сейчас лет? Я помню, 19 лет, 20 лет. А, даже так, это, например, росла на ваших песнях. Да, я ее прям помню, там, с 15, с 14 лет. Это интересная тема слушателя, человека, который приходит на концерт, как вот, как вы воспринимаете этого человека, и у вас как раз к этому был очень один интересный опрос по поводу того, кем ваши зрители, ваши слушатели себя ощущают на концертах. Вот, я вам быстренько зачитаю категории. Бешеный, вникающий, из первого ряда, это в основном девочки обычные, либо очень прям серьезные фанаты. Оператор, танцор, тусовщик, интроверт, фанат и оборотень. Блин, оборотень, классно. Кто тебе нравится больше всех из этих людей? Больше всего, я вам скажу, занял фанат. Это вот те ребята и девчата, которые вот прям, боже мой, можно сфоткаться. Фанат и вникающий. Вот, кстати, я проголосовала за вникающего. Врать не буду. Вот, это те люди, которые стоят такие, еще могут беруши надеть и слушают, чтобы им не резало высокими частотами уши и прочее. Вот, они слушают, кайфуют и наслаждаются. Во-первых, какой ты сам на концертах? И кого ты из всех вот этих ребят любишь больше всего? Ой, ну, ты знаешь, я как бы, сейчас будет признание, конечно. Конечно, сейчас будет признание, сенсация. Танцор, танцор, оператор, интроверт, я уверена. Да, я, конечно, интроверт. Я, конечно, тот человек, который ходит и сидит сзади, 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 далеко-далеко и смотрит, как работает артист. И тень такая. Да, 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 чтобы меня было не видно и так далее. Естественно, как раз таких-то людей я не очень люблю на концертах. Конечно, хочется, чтобы люди жгли. Да, да, да. Хочется тех, которые дают тебе энергию. Это парадокс. Ты сам перестал тусоваться на концертах. Ты либо слушаешь, либо смотришь, как работают артисты. Я получаю удовольствие все равно, но как бы я понимаю, что артисту от этого моего удовольствия не легче, к сожалению. Он не сильно твои удовольствия ощущает. Я должен сказать, что, ну, то есть мне очень-очень-очень повезло с поклонниками, честно говоря. И причем это всю дорогу так было. Я вот на сцене уже, страшно сказать, сколько лет, то есть уже лет 20, наверное. Или еще раз, это Корсико, да. Это Корсико, ага. Я начал где-то в 2000-м, я 20 лет на сцене. Дети мои. Вот, и как бы этот самый. Мы не взяли цветы, заслуженный рок-артист. Да, 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 я сейчас рефлексирую эту мысль как раз, да, про заслуженность и все такое. Вот, и как бы вот. У нас любой, мне кажется, заслуженный, кто столько лет на сцене в рок-н-роле еще жив и не отказался от этого. Я всегда говорю одну такую простую вещь, что я вот занимаюсь тем, чем я занимаюсь именно в плане музыки. Если я выйду на сцену, там, и там, скажем, ну, даже один человек, которому мне удалось расшевелить какие-то эмоции, значит, уже это было не зря. Правильно? Ну, ты же методичный. Я правильно по-методичке сказал? Методичный артист? Да, да, да. Ну, лично я, прежде всего, это делаю для себя, мне по кайфу играть, мне очень круто все, причем я не люблю репетировать, мне не нравится ходить на репетиции, но я очень люблю играть на сцене. Жаловаться мне не на что, и я тут иногда философствовал сам с собой, как говорится, на тему того, хочу ли я, ну, что будет, если вдруг группа «Оберег» будет собирать стадионы, и мне придется, видимо, делать какой-то выбор между группой и какой-то основной работой, я бы, я вот, я понимал, что я не хотел бы вставать перед этим выбором, потому что я и то, и другое очень люблю. А если, ну, вдруг когда-нибудь, да, там, мы достигнем невероятно большого высокого уровня, то придется выбирать. Поэтому меня, наверное, пока устраивает та расстановка сил, которая существует. И Денис такой уволен. Теперь у тебя только одна работа. Теперь у тебя одна работа. Много фитов записал. Как это происходит? Ты соглашаешься на фит, если тебе просто приятна группа, или тебе обязательно нужна вот песня, которая с тобой исключительно резонирует? Как ты можешь пойти против своей природы и записать фит? Нет, против себя не могу пойти. Много поступает предложений вообще всяких? Ну, слушай, поступает, и я, как правило, не отказываю, но было пару раз, где я сомневался. Ну, а потом сами-сами, ну, ребята слились. Я просто, ну, не хочу, знаешь, включать какую-то, там, корону, там, звезду в голове, там, типа, нет, там, все там не мое. То есть, ну, для меня важно, чтобы было мое. Как говорит Люся Махова, я за любой кипиш, кроме голодовки. Вот. А так-то, ну, если совсем не мое, я найду в себе силу и скажу, ребят, ну, не мое. Ну, пока что, прям, такого не моего не было вообще ничего. Блин, ну, я не знаю, как это, например, сказать, ну, вот. Я не против, там, разных геев, лесбиянок, допустим, но я против пропаганды этого всего. Если бы мне предложили спеть какую-то песню в поддержку, я бы не спел. Ну, я бы сказал, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Просто потому что, я говорю, опять же, я не против, ребят, делать, что хотите. Ну, пропагандировать это я не буду. Ну, в общем, для всех быть хорошим ты не планируешь и, слава богу. Да и так, я для всех какой-то нехороший. Что-то как-то так повелось, правда, меня что-то так все воспринимают. Почему? А я сам не знаю. Грозный взгляд на хмуренные брови? Нет, я знаю, что я... Мушак. Вот тебе и надеюсь. Здрасте, открытие. Ну, мне так, если честно, совершенно не показалось. За время нашего небольшого интервью... Подожди, сейчас сломаю тебе телефон, разобью камеру. Сейчас выключим камеру и начнется. Бухаю только на концертах и на гастролях. И для меня просто вот этот вот выезд, как только моя нога переступает, поезд, вагон, все, у меня как бы автоматически срабатывает триггер такой, что все, я в отпуске, короче. Вот почему Тимур так скучал по концертам. Ну, не только, конечно. Дома ему пить не удается. Поводов нажраться-то у меня достаточно, да и поводов не обязательно их искать. Пошел, купил, да напился. Вот, ну, как бы не проблема, ну, просто мне не нравится это состояние. А вот когда вот концерт, рок-н-ролл, в общем, пить я сразу можно, да, ебаная. Ну, все гораздо более органично. Да, давайте выражем еще. Нет? Да. Нет? Давайте дальше. Я сам перемонтирую. Давай поговорим о, вот, о будущем, о планах, потому что я знаю, что у вас проходит краунфандинговая кампания по поводу нового альбома. Но вопрос, почему, если я не ошибаюсь, с 2017 года, да, у вас не было лонгплея? Были синглы, были фиты, были кавера, но лонгплея не было. Почему? Как это случилось? Ты знаешь, если честно сказать, ну, думали все время, в какой-то момент поняли, что альбомы никому не нужны. То есть людям нужен сингл, песня, и вот понеслась, поехала. Выстрелила, послушал, погонял, взял, скачал новую. А хорошая песня, она в лонгплее, как ты это выразил, она теряется. А сейчас решили, нет, все, сделаем альбом. Вот, ну, посмотрим. Здорово. Есть какие-то прям интересные лоты для тех людей, которые будут вас поддерживать? Какой лот тебе нравится, может быть, больше всего? Я видела там день с группой, я немножечко даже не представляю, как это вообще сделать. Я сам не представляю. А кто это придумал тогда? Ну, это придумал наш директор Максим. Ну, на самом деле, лот интересный, но вот так, опять же, по чесноку, для меня мой любимый лот, у меня уже спрашивали, мой любимый лот, когда человек, знаешь, просто говорит, мне ничего не надо, я просто поддержу альбом. Вот для меня это очень важно. Вот это самое лучшее, и вот все, что может быть, это вот какое-то доверие к нам, в первую очередь. И это просто вот, мне ничего не надо, пацаны, я хочу от вас слушать новый альбом. Ну, вообще, это правда очень здорово. Так что, ребята, если вы действительно хотите услышать новый альбом группы ДМЦ, ссылочка на краундфандинг будет в описании, вы можете им помочь, а можете, например, провести потом с ними целый день в Москве или в Питере. Ребята, вы об этом пожалеете. В бане. В бане? Блин, нормально. Слушай, я сейчас новый лот, походу, придумал. Отлично. А сколько, интересно, будет стоить с вами сходить в баню? Очень здорово. Не, смотри, давай придумаем сейчас. 10 тысяч с ДМЦ в бане, а 20 тысяч, чтобы не узнала жена, что ты был с ДМЦ в бане, или муж. Вообще, мне кажется, 10 тысяч мало, вы даже баню не окупите. Нет, баню окупает этот. А, это 10 тысяч просто за время преподождения, а вот еще и пиво покупает. Просто за то, что мы придем, да. О, ну это только для миллионеров, миллиардеров. Планы на следующий год какие-то строите? Может быть, по альбомам, по концертам, по клипам, по какому-то шоу? Ну, у нас интересный план, мы планируем поработать с новыми, может быть, надеясь, музыкальными продюсерами. По крайней мере, сегодня я прямо увидела, как это хочу, чтобы это было. Хочу, чтобы, ну, понятное дело, выпустить еще один альбомчик, почему нет, если есть песни. Если они будут написаны, а сейчас очень много эмоций. Хочу выпустить еще альбом стихов, но это как получится. Ну, то есть у меня планов огромное количество. В этом году мы надеялись, что мы успеем презентовать клип, но, скорее всего, не получится. Хотя, не знаю, сегодня будет предмонтаж на руках. Может быть, и в ближайшем будущем мы его накануне запустим, но, может, и после нового года. Ну, это в любом случае хороший подарочек. Да, вот вчера вышла песня «Рыба» на нашем радио в Чартовой дюжине тоже. Там тоже говорят, ну, какие-то номинации, кто знает. Конечно, мы планируем взять какую-нибудь номинацию в очередной раз, надеемся. Планы такие. У нас, к сожалению, прям вот, ну, реально слетают электрические концерты, потому что мы не можем проводить в Воронеже, мы не можем там в Брянске. У нас есть куча вопросов в Смоленском. И вот по центральной части, ну, то есть западной центральной части России пока, ну, вопрос. И поэтому, конечно, придется нам сделать ставку в силу того, что остальные музыканты более или менее как-то устроены, а нам с директором надо что-то жрать. Вот поэтому, конечно, будут преимущественно акустические концерты, но это просто в силу объективных причин. Ну, да, нет, это все понятно. Сейчас такая вставка, да что ты, блядь, такое несешь? Не, не, ну, правда, да. Вот поэтому нам придется во многом сократить электрические концерты, к сожалению, потому что я всегда сторонник был развивающим группу. Да, стоит отметить, несмотря... Я никогда там не задвигал, типа, электричество в силу там меркантильных причин, чтобы побольше заработать. Да, за это Денис прям большой респект. То есть, наоборот, электричество, пусть мы там каждый, ну, там... Поменьше заработаем, но зато будет полноценная группа, это прям звучит, формат, все как положено. Вот, но в силу того, что прям сильно упала посещаемость, придется акустику грубить. Возможно, даже годичный перерыв в электрическом формате сделать. Да нет, ну, в смысле, да, ну, ладно, подумаешь. Нет, да нет. О, боже, нет, нет, только негодичный. Это вообще маркетинг, да, не смысл? А что дальше? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А кто знает? Ну, вообще, ты видел, как люди сегодня реагировали? И многие тоже как раз... Обычно хорошо реагируют. Вот, были и в мерче, и, в принципе, когда я говорила то, что следующая выходит группа Корсиков, все такие, вау! Как можно от этого уйти в отпуск? Хорошо, хорошо можно уйти от этого в отпуск. То есть, на самом деле, отпуск, он пошел сильно на пользу. Да? Да, да, да. Потому что, ну, как бы, для меня концерт — это всегда очень сильно большой стресс. То есть, я, как бы, человек такой немножко не вполне нормальный, и поэтому у меня, когда концерт — это такой большой эмоциональный подъем, такой прям вот, этот самый такой, не знаю, драйв и радость, и встречи, и все такое. А почему не нормально это? Ба-бам, и в депрессию на неделю, вот. И это, конечно, тяжело. Как на котике нельзя это слово говорить, я его запикаю, конечно же. Это правда, это реально как на Катаре, это потом лонг, отходняк, и все такое. Все, кто был на сцене, это, да, прекрасно понимают, что ты на эйфории, а потом на следующий день ты думаешь, господи, рутина, зачем я вернулся там в свой родной город, зачем вообще все это нужно, зачем я, в принципе, живу. Честно говоря, опять же, помимо прочего, я чувствую, что вот я прямо сейчас нахожусь прямо на самом-самом пике своей творческой формы. Я думаю, что там новый альбом, который мы обязательно сделаем, вне зависимости ни от чего, это не относится к отпуску или к концертам, я не буду об этом думать, но мы сделаем точно новую пластинку. И я думаю, что это будет прям очень-очень хорошо. Я даже более того скажу, я думаю, что это будет так, как никто не может. Вот такая вот ситуация. И как бы, не знаю, как бы, это не значит, что это станет популярным, вообще нет. Вообще ни разу даже не близко речь не об этом. Это не значит, что там это вам понравится. Но это точно понравится мне. Вот. И я вам хочу сказать, что люди, которые чувствуют, как я, заценят. Круто. Ну и напоследок у нас последний большой рок-фестиваль в ЦФО в этом новом году. Пожелаю чего-нибудь подписчикам моего чудесного канала «Новый рок». «Новый рок». Конечно, хочется, чтобы мы все звучали по-новому, чтобы было много интересного, чтобы те герои, которые стоят у микрофона, несли в массы не бездумный текст, а то, что прожито, пережито, тот опыт, который у них есть за спиной, тот драйв, тот протест внутренний, соединенный с воспитанием, да, и с тактичностью. И хочется, чтобы вокруг нас был мир, любовь, там, свет, дружба, добро, все дела. За все хорошее против всего плохого. Да, и пусть все будет так. Пусть все будет так. Здорово. Спасибо. Не падайте духом, берегите себя. У меня несколько знакомых потеряли, ну, там, своих родственников от ковида, там, еще что-то. Пусть это вас никого не коснется. Пожарите витамины, не знаю. Ну, что-нибудь, типа, чтобы не особо-то болеть. Я лично же пью протеиновые коктейли и алоэ, кстати. Алоэ тема охренная. Тут будет реферальная ссылка на покупку протеина и алоэ? Да, ссылочка в описании. Один из веб себя хуйняет от этого. Запрещенная в России организация. Я надеюсь, что вы как-то все порежете. Порежем. И попикаем, конечно, порежем. И попикаем тоже, да, а то у нас монетизации не будет. Да и у меня мама будет смотреть это все. Привет. У меня, кстати, мама тоже смотрит. Марина Стивановна. Она говорит, что ж там Тимур-то понапикал. Просто от группы Аберег вашим подписчикам и нашим слушателям, вообще всем, кто нас посмотрит. Я хотел бы пожелать всего самого доброго в новом году, чтобы было побольше теплоты в отношениях между близкими людьми, чтобы был мир в семье, чтобы было взаимное понимание. Конечно, мы живем в очень непростое время, но вот эти близкие, глубокие и искренние человеческие отношения должны как-то помочь нам все это преодолеть. Я надеюсь, что вернутся и концерты, и нормальный режим жизни. И я желаю нам, чтобы это поскорее произошло. Вот так. С Новым годом. Дай Бог, чтобы так было. Если вы будете готовы к тому, чтобы принять вызов, если вы будете готовы к тому, чтобы все равно достигать своих целей, несмотря на те препятствия, которые определенно будут, в будущем году будет год шансов для вас. Я вам желаю все эти шансы словить, потому что тогда будет можно. Когда все спокойно, когда все хорошо, когда все ровно, то у человека, который не находится наверху, шансов наверх никаких. Но когда все мутно, когда все странно, когда все неопределенно, то для людей дерзких, для людей молодых и сильных появляется возможность. Воспользуйтесь им. Мы в преддверии Нового года все это снимаем. Тут всякие красивые штуки. Это после того, как мы выключим камеру. А пока что можешь пожелать пару каких-нибудь приятных вещей подписчикам канала Новый Рок, которые нас сейчас смотрели. Ребятушки, держитесь. Вы знаете, раньше же желали счастья, успеха вам. Сейчас вообще, короче, ничего, просто держитесь. Потому что происходит что-то невероятное. Невероятное, космическое. Короче, в следующем году прилетят, наверное, какие-то рептилоиды, инопланетяне. Наконец-то! Просто держитесь, ребята, держитесь. То есть, вот, просто и все. И всего вам хорошего в Новом году. Группа ДМЦ Андрей Гречаник. А мы сейчас пойдем бить гитару.